Приветствую вас на своем канале. По многочисленным просьбам я сегодня вам хочу показать, как вышить самое простое личико вязаной куколки, которую мы связали в предыдущих видео. Для вышивания личика я буду использовать пряжу такой, которая вязала куколку Ализабелла. Можете использовать ниточку любую для вышивания. Это мулине, какие-то различные остаточки пряжи. Я буду использовать ниточку розового цвета для ротика, голубого цвета глаз, бежевого тон в тон куколки для носика и ниточку черного цвета. Теперь нам понадобится 4 иголочки булавочки, то есть с бусинками вот такие иголочки, для того, чтобы отметить расположение глаз и носика. Затем иголочка, которую будем вышивать, это иголочка с таким вот длинненьким ушком и ножнички. Ниточки каждого цвета я буду использовать буквально по 30 см, при том, что буду рассоединять. Теперь смотрите, нам нужно определиться, где у нас будут располагаться глазки и носик. Смотрите, вы после того, как ставили волосы, вот они у вас, пришили ушки, у вас вот оно личико. Где-то на расстоянии 3-4 рядочков сверху от волосиков мы должны найти центр. Вот он центр, то есть можете лицо поделить на 4 части. Либо же немножечко выше, то есть как бы получается, вот если вы отделите горлышко, вот оно ваше личико, делим вот так вот на 4 части. Вот в верхних двух квадратах у вас должны располагаться глазки. Я рассоединила пополам, у меня получился столбик без накида на серединке, на центре личика. Если же у вас рассоединение пошло вот именно между столбиками без накида, то тогда просто отсчитывайте в одну сторону 3 столбика и во вторую сторону. Если у вас посередине столбик, то можете где-то 2-2,5 столбика в одну сторону и во вторую сторону. То есть в общей сложности у вас между глазками должно располагаться где-то порядка 6 столбиков без накида. Так, мне кажется, более оптимальный вариант для глазок расстояние. И теперь вам нужно определиться, где будет расположен у вас носик. Вот вы от глазок вниз находите снова центр и приблизительно среднее берете 3-4 столбика без накида. Я взяла 3, мне кажется, 4 будет широковатый слишком носик. Хотите, можете, возьмите 4. Далее, ниточкой телесного цвета я предлагаю вам вышить носик. Если хотите, можете вышить также его розовеньким цветом, как в тон губ. Но, честно говоря, мне кажется, это нелепым, поэтому я буду вышивать ниточкой телесного цвета носик. Вот, и начну я вышивать, наверное, пожалуй, с глазок, для того, чтобы потом равномерно распределить носик ровно по центру от вышитых глаз. Для начала я возьму ниточку черного цвета, отрезаю где-то сантиметров 30 и рассоединяю, беру порядка 3 ниточек, вот таких вот ниточков, 3 сложения. Рассоединяю и вытаскиваю с общей длины. Вдеваю ниточку в иголочку. Теперь берем один глазик, один из глазиков, привытаскиваем немножечко булавочку, чтобы она нам не мешала, и начинаем делать несколько стежочков, охватывая снизу вверх или сверху вниз, как вам удобнее будет, в высоту, делать стежки в высоту в 2 ряда. То есть, смотрите, первый ряд и второй ряд. Порядка, можете начать, к примеру, на булавочку ниже, вот так вот, то есть, вот она у вас булавочка была, нижний столбик и верхний столбик. И начинаем делать вот такие вот обычные самые стежки. Для начала спрячьте узелочек вовнутрь куклы, хорошо потянув его, вот, смотрите, ушел узелок в куколку. И теперь начинаем делать несколько стежочков. При этом стежки у вас должны быть широкие, смотрите, то есть, вы вышиваете как бы в ширину такой вот столбик. Буквально делаете раз пять. Можете немножечко сделать верхнюю часть шире, чем нижнюю. То есть, снизу вы вводите иголочку в одну и ту же точку, а сверху, допустим, охватываете полстолбика влево, полстолбика вправо. Вот так. С одной стороны. Вот таким вот образом вышиваем. И с другой стороны. Вот у нас получается, смотрите, такой вот немножечко широковатый глазик. Теперь берем, выводим иголочку вверх на ряд выше и вышиваем пять ресничек по одному стежку. При этом всегда возвращаетесь именно к тому стежку, который у вас для глазика. То есть, вот так вот, просто как бы по всему периметру от глаза вышиваете пять ресничек. Можете четыре, три, это уже дело вкуса. Я обычно делаю пять. Вот, смотрите, буквально по одному стежку я возвращаюсь всегда к стежкам глаза. Вот так, три, четыре и последний пятый. Это на уровне где-то одного ряда вверх от глаза вы вышиваете вот так вот реснички. Теперь переходим ко второму глазу. Вытаскиваем нашу булавочку, она нам не нужна. Главное, запомните, где вы ее вытащили, выведите туда иголочку. Вот так вот. И точно так же вниз на два столбика начинаем вышивать второй глазик. Обязательно перед тем, как вышивать второй глазик, посмотрите, чтобы это был четкий центр. И начинаем вышивать точно так же. Возвращаемся в одну и ту же точку снизу и вверху выводим несколько стежков. Обязательно количество, скажем так, должно быть либо такое, как на первом глазике, либо по ширине визуально одинаковые два глаза. Это обязательно. Обратите внимание, чтобы глаза у вас были не разные. И начинаем пол стежка вправо. Вот так вот отступаем. Пол стежка влево, где столбики без накида соседние. И вот так вот делаем общую высоту глаза в два ряда. Снова делаем, как и первый раз. Возможно, будет туговато идти, абсолютно ничего страшного. Вот так вот ширина должна соответствовать первому глазику. И после этого выводим иголочку выше на ряд. И делаем снова пять ресничек. Визуально подобных первым. Вот так. Одна ресничка. Далее выводим вторую ресничку. Можете на два ряда вверх парочку ресничек из пяти вывести. Вот так вот третья, четвертая и последняя, пятая ресничка. Желательно рассоединяйте, чтобы их было видно хорошо и они отделялись. И теперь можно иголочку вывести в любом другом месте под глазом. И пока вытащите иголочку с нее. Вот у вас получились глазки и пять ресничек. Вытаскиваем иголочку и поправляем реснички, чтобы они были распределены у вас равномерно. Вот так вот. Все, реснички поправлены. Они ровненькие, красивенькие максимально. И сильно не зацикливайтесь на этом. Главное, чтобы у вас так вот визуально было красивое личико. Но еще мы не закончили. Мы берем ниточку цвета глаз. Это может быть зеленый, голубой и так далее. Отделяем тоже где-то ниточки две-три. Пожалуй, две будет достаточно для задавания тона, скажем, глаз цвета. Тоже вдеваем ниточку в иголочку. Делаем узелочек. И вводим иголочку в первый глаз. При этом смотрите, что если у вас будет на узелке вот так вот торчать ниточка, вы ее отрезайте, чтобы она вам потом не мешала и не торчала. Мы вдеваем иголочку где-то в соседних столбиках, для того, чтобы красиво спрятать узелочек. И выводим иголку в уголке нижним глазиком. Вот так вот. И затягиваем хорошо, чтобы у нас узелочек провалился именно в середину головы. Вот. И теперь нам нужно задать тон глазику. Я буду делать всегда выход иглы в нижнем вот здесь вот уголке. Но вводить буду иголочку. Вот смотрите, сначала по длине с правой стороны, по длине глаза стежка. Будет это, может, не совсем легко, потому что здесь у нас, скажем, тугое было вышивание глаза стежками. Поэтому, возможно, будет туговато идти. Вот, вышли. Не сильно затягиваем, чтобы у нас цвет глазика постепенно выходил, скажем так, за пределы вот этого черного цвета. Затем пару стежков я делаю по центру, в одну сторону, на пол где-то глазика. Не на целый, обратите внимание, не на целый стежок, а где-то приблизительно в высоту на один столбик без накида. В одну сторону вывожу, всегда в уголочек уже, как я говорила, и во вторую сторону. Вот так. И точно так же вывожу цвет где-то вот с левой стороны на полтора столбика в высоту. То есть с одной стороны на полтора столбика, можете на два столбика с одной стороны и с другой стороны. И вот так вот немножечко призатягиваем. Если у вас зацепляется за детальки, вы аккуратненько поддеваете иголочкой и выравниваете. И вот смотрите, в итоге у нас получается задан тон одному глазу. Можете даже еще сделать третий стежок по центру, если вам не нравится, как в итоге получается. И вот так вот выводим иголочку уже в уголке второго глазика. Вот так. И смотрим, что у нас получилось на первом глазике. Вот так вот. Смотрите. Цвет глаз задан. Вот он он у нас. И мы точно так же должны задать цвет второму глазику. Вытащили в нижнем уголке. Теперь на полтора где-то два столбика в высоту с правой стороны мы продеваем ниточку. И возвращаемся обратно в уголочек. Вниз вот здесь вот по центру второго глаза. И вытаскиваем ниточку. Вот так. Теперь снова по центру вот здесь вот. Так как мы на первом глазе сделали три стежка, я и на втором точно так же сделаю три стежка для того, чтобы у нас было равномерно, максимально два глаза одинаковых. Первый стежок. Далее делаю второй стежок. Снова вывожу по центру снизу в углу. Вот так. Если у вас где-то ниточка рассоединяется на глазу, обязательно ее подтягивайте. У нас должна быть как бы вышитая визуализация гладью, а не каких-то там торчащих ниточек. И третий, последний стежочек. Я его сделаю вот здесь вот тоже в глазике. По центру. И снова вывожу иголочку в нижнем углу. И у нас остался один стежочек вот здесь вот с левой стороны глаза на полтора столбика в высоту. Можете на два, как вы делали, в общем, на первом глазу. Нам нужно максимально похожие глазки. Вот так вот. Теперь смотрим. Поправляем немножечко, расправляем ниточки. Чтобы они у нас были красивенькие, вот так вот уложенные в положении. И смотрите, у нас снизу всегда был уголочек. И этот уголочек у нас, посмотрите, немножечко, скажем так, заправлен голубым цветом получилось. Если вам кажется неравномерное вышивание, то добавляете еще какой-то стежок. Возможно, вы где-то ниточку могли просто сильнее затянуть, чем на первом глазике. И вытаскиваем иголочку где-то в положении на, вот здесь вот, где глазик у нас, но ниже. То есть ниже носика сюда. Вытаскиваем как и черную ниточку. Все. Глазки, посмотрите, у нас закончены. Этого, я считаю, более чем достаточно для этой куколки. И у нас остается носик. Носик мы берем между глазками. Исходя из того, что я сейчас вышила, я вижу, что у меня носик отмечен немножечко высоко по отношению к расположению глазиков. Поэтому я опускаю на один ряд столбиков ниже одну и вторую иголочку. И вот где-то на вот таком расстоянии я буду вышивать носик. При этом буду вышивать из уголка между столбиками рядами, вот здесь вот, с одной стороны и между рядами с другой стороны. Для этого беру, вдеваю в иголочку ниточку телесного цвета. Голубую пока вытаскиваю. Она нам не нужна. Она пока остается у нас вот здесь вот ниже личика. Итак, берем, вдеваем, точно так же рассоединяем ниточку на где-то 3-4 сложения. И вдеваем ниточку в иголочку. И снова вводим ниточку телесного уже цвета в личика. Прячем, получается, наш узелочек. Я убираю иголочки. Они мне больше не нужны. И на расстоянии от вытянутой вот здесь вот нашей иголочки, я отсчитываю 3 столбика центральные. И начинаю делать стежочки. То есть, я вот так вот наметываю 3 вот эти центральные столбика по центру. Вот эти вот расположенные. У меня центральный один столбик. И я взяла столбик без накида с одной стороны. И столбик с другой стороны. Если ниточка у вас какая-то при вышивании вытаскивается, вот она, смотрите, у меня в данном случае вытащилась вот эта. Я беру ее немножечко оттягиваю и смотрю, какая это у меня из данных ниточек. Так как у меня вот ниточка в 4 сложения, то мне нужно будет ее искать. И вот такими вот стежками обычными, можете захватывать еще пол столбика с одной стороны и с другой стороны, я начинаю вышивать носик. Носик это тоже самые обычные стежочки, как и на глазках, только они здесь горизонтальные. Вот так. Снова вот, смотрите, у меня привытащилась ниточка. Я ее подтягиваю, чтобы носик был ровненький. Посмотрите, его в принципе не сильно должно быть видно. Он не должен выделяться на фоне вот этих глаз. Вот, это, скажем так, чистая формальность для личика. Поэтому я не буду его слишком так выделять другим цветом. Хотите, можете сделать розовеньким, еще раз повторюсь, там, или каким-то более видимым цветом на фоне вот этого телесного. И теперь я делаю последний стежок, вот так вот, и вытаскиваю снова где-то в голове, скажем так, в личике, ниточку этого телесного цвета. Она нам больше не нужна. Подтягиваю я снова наши вот эти вот ниточки. Можете даже каждую подтянуть, то есть, чтобы было максимально туго и ровно. Все, можно далее ниточки вот эти отрезать, которые мы вытянули. С ними ничего не случится, они никуда не денутся. Хотите, можете еще меленькими-меленькими стежками продеть вот сюда вот в голову, либо в шею. Их не будет, в принципе, видно. Я этого делать не буду. Вот так вот обрезаем аккуратненько, принатянув, для того, чтобы не оставались краешки никакие отрезанных ниточек. И точно так же ниточку телесного цвета. Все, наши глазки, носик готов. Нам осталось лишь только вышить ротик. Ротик я точно так же делю ниточку уже розового цвета. Вдеваю ниточку в иголочку и завязываю узелочек. Теперь нам нужно снова взять наши булавочки и визуально так вот распределить, где у нас будет располагаться ротик. Вот так вот, где-то приблизительно между вот этими булавочками я буду вышивать ротик. Но его нужно вышить полукружочком. Вот так вот, дугой. Буду я его вышивать иголочкой вперед иголкой швом. Вот, поэтому вожу я вот так вот по центру. Где-то от... Ну, по центру щеки я буду называть. Или вот здесь вот, где ротик у нас не впритык, а где-то через столбик от ротика. И прячу снова нашу вот здесь вот ниточку, краешек. И начинаю вышивать ротик. Вот так вот вожу иголочку. То вперед, то назад. В общем, вышиваю просто дугу. Вот так. Раз, два и так далее. Желательно вышивайте ее красиво, эту дугу. Я не буду делать никаких губ. Я просто буду делать вот такой вот самый обычный ротик куколки. В ниточку в четыре сложения. Причем я буду это делать всего лишь одним прохождением шва. Не более. Можно, в принципе, в два, если вам так будет больше нравится. И теперь я убираю вот так вот наши иголочки. И так как я вышивала по нашему ряду столбиков, у меня получается вот такой вот ровный. Для того, чтобы он не был ровный, я возвращаюсь на буквально центральные вот эти вот стежки и еще ниже прохожу одним общим стежком по центру. То есть, смотрите, вот вы вышили, чтобы он у вас был, не был ровненьким ротик. Вот так вот по центру мы делаем еще один, а то и два стежка. Для того, чтобы как-то закруглить, отделить, скажем, ротик от ряда столбиков в нашем вот здесь вот вышивании. Вот так, посмотрите. У нас в итоге получилась вот такая мнимая, аккуратненько улыбочка. Если хотите, можете вышить именно непосредственно губы. Вот, можно вышить более, скажем так, пошире ротик, для того, чтобы куколке была более видимая улыбка. Ну, тут уже вы смотрите на свое усмотрение, дело вкуса. Вот, в принципе, теперь нам остается лишь только, если хотите, можете еще раз пройтись вышивание ротика сделать еще одним, скажем, рядом. Если получится у вас более такое вот жирное вышивание, я вот одним стежком сейчас вам покажу, что это получается. Но я этого делать не буду. Я сейчас эту ниточку вытащу, и у меня получится лишь только придать моей улыбке общего вида. То есть, я немножечко подтяну здесь мои стежки этой ниточкой и иголочкой, и у меня получится вот такая вот улыбка. В принципе, наша личика готова. А хотите, можете сделать какие-то румяна, вот, акриловой краской, либо же это обычную, как я использую обычно, это тени, пудрочку. Вот, немножечко выделить щечки здесь, скулы куколки. Но этого, в принципе, можно и не делать. Наша личика готова. Остается вам лишь только добавить от себя, либо какие-то бровки, если вы хотите по желанию, либо, опять же, эти щечки пудрочкой. Вот, ну, тут уже дело вкуса. В принципе, моя куколка готова. По видео мы с вами связали куколку. Далее я сделала видео о волосиках. И сейчас я вам показала, как самым простым способом вышить личико. Я надеюсь, что вам было интересно, понравилось. Конечно же, не забывайте поставить лайк, комментируйте. Всем хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok